всем привет 20 сентября пивная пятиминутка илья в общем предыстория небольшая сегодня зашел в магазин вот в тот где закупал весь вятич линеечку потому что все таки не хотелось мне кривить душой я там одно еще не взял это было безалкогольная еще одна безалкогольная вот я такой ну линейку надо добить она будет завтра потому что сегодня пятница чего я буду безалкогольные пить и тут же посмотрел на это ячменная что-то на него сразу не бросается на него взгляд потому что вот ну видите к этикетка дело не в дизайне дело в том что вообще не похоже что это вятич я такой о ячменная а я такой пил а я такой пробовал давай у себя гуглить на канале не было такого и точно она у меня не стоит в холодильнике такой ну вот значит надо не зря зашел светлое живое традиционно лагенбир лагербир ячменна высший сорт и обратите сразу внимание на горлышко так вот она выглядит он ну с фокусе и горлышко видите вот этого козлика я конечно прихерел когда этого козли и только этот козлик только на ячменном есть а у них еще есть этот 05 в пластике зачем-то ячменная тоже уж пластики я не стал рисковать брать но вот пробка обжалась по винту да если кто не знал пробки изначально они все они все гладкие если кто видел заготовки пробок юбки ты держишь они потом их не закручивают на закручивающиеся бутылки то есть на винды они обжимаются прямо винтом вот такая система обжалось но плохо обжалось как бы и это тоже плохо мог попасть как бы воздух из-под козлила бутылки я немножко прихерел вот от чего просто об этом надо задуматься что-то я давненько не видел пунктов приема стеклотары откуда они взяли эти бутылки не может что-то не знаю может где-то сдают но уже не в такие как вот бабушки с этими с ящиками сидели ну или тетки такие маргинальные там на каждом этом углу каждого квартала с этими с пластиковыми ящики собирали бутылки может какие-то эти заводы сдаются но кто их сдает никто их не собирает на самой сортировке мусора да нет этот бутылки их с общим мусором а он просто вывод вывозится на полигон там трамбуется и все сука где они взяли эти бутылки не интересно что какой-то сотрудник такой я люблю козелопить а давай я в него забахаю у меня много дома таких бутылок партию забахаем в эти бутылки сэкономим на стекле вопросы конечно у меня много суга если бы я был на экскурсии когда вятича знал бы про вот этот прикол я бы но экскурсовод вряд бы ответил я буду ради прикола задал бы вопрос что за дичь кстати такая практика раньше была нормальная то есть там на ком-то пиве видишь этот старый мельник вот эти значки были на совсем другом пиве то есть но вот сейчас когда уже это давным-давно прошло вот это я как-то вот хрену не шипи пожалуйста бутылочка у нас 045 но по я тоже козел розлив у нас 9 июля пиво светлое для тече чмельная фильтрованная непастеризованность состав вода питьевая солод и чменный светлый пивоваренный хмель и продукты я думал будет какой-то слушайте они чистое пиво делают без всяких этих не соложенок красавцы но я вижу так а четыре с половиной на 11 традиционный лагерь типа будет просто какой-то еще одно подобие жигулевского что ли акции завтра жигулевская будет по моему жигулевская уже было а будет обычная жигулевская был экспорт сейчас обычно услышите цвет приятный золотой пиво чистенькая все хорошо давайте нюхать ну вот тут уже каким-то прелым солодком то пахнет конечно это самое странное пиво из их линейки он даже ацетоном каким-то странный аромат вроде солодовый но какая-то примесь есть и она сам самая дешевая кстати 55 55 рублей 20 копеек ну а давайте пробовать с питницей надеюсь я не помню от него но и мягонько какое слушать а на вкус класса вообще образования она мягонькая потому что карбонизация ниже среднего прямо такое мягкое тело у него она очень солодовая солодом прямо насыщенная не скажу что на водянистая ну все она очень питка прикольно вот да нет вроде подвытрился неприятный запашок а вот по вкусу мне понравилось не нормально карбон просто тело такое мягкое хорошие вода виды к это водоподготовка очень такая хорошие слушайте мне нравится и чуть сластит а может мне нравится потому что я люблю сладкое пиво не прикольно слушайте хорошо опять же ровненько без дефектов спокойненько даже солдово насыщена к моему удивлению но ячменная не зря же можно пить так что кто пробовал естественно опять же в комментариях пишите как вам данный экземпляр самый дешевый в линейке вятича но на этом будем заканчивать поэтому не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новое стиль пиво открывайте для себя новую пивоварню это вятич и собственно хорошей пить не хорошего питницы и встать завтра бодрячком адьес амигос а